всем ку здорово и что хай все до этого ты рассказывали что-то у меня как бы рассказ начнется с тех луза от vitality очень обидно тех луз для нас было это супер важная игра но к сожалению вот интернет решил нас именно в этот день подвести за полчаса до игры мы поняли что у нас нет интернета написали об этом админу админ оперативно все передал куда надо но к сожалению интернет до игры не остановился у нас было 15 минут чтобы зайти в лобби но интернета все не было поэтому как бы нам засчитать тех луз и мы проиграли этот матч 07 что у нас произошло как ты думаешь я то вижу тут роутер который 5 сосед не надо меня снимать почему я некрасивый нет зачем здесь я вот поставил смотри классно нет жестиком на сегодня грас в италии что будем делать если не дадут connect на луза считает еще не на логате вы что поедет в культуру кубка такая ситуация ребята зачем ты меня снимаешь и поэтому если кого-то с этой игры не будет вы узнаете кто виноват до провайдер да и овось естественно как обычно до что он до режима дома воды все пароль и там пароль вот так и на мы пытались всячески перенести этот матч потому что он был очень важен для нас плюс не только для нас потому что другие команды в лиге могли тоже как-то сместиться если мы выиграли проиграли если бы сыграли в ничью и так далее но нам сказали что по правилам у вас есть только 15 минут чтобы зайти в лобби без стрима в этот мальчик сыграть не можете в следующий день вы этот матч сыграть не можете перенести никуда матч не можете поэтому мне кажется им надо менять это правило сто процентов потому что лига очень важная лига серьезная тут каждый матч может решать грубо говоря выход на мажорный не тишина и так далее и пропускать один матч из каких-то технических неполадок на коры ты не влияешь никаким образом это странно могли бы перенести как-то этот матч мы бы сыграли без стрима и я не думаю что это кому-то было бы хуже до зрители бы конечно мы не увидели но это было бы честнее почини интернет по-братски я пытался этот свой телефон предостава ничего не работает прогнозы на игру 07 получается проиграли ну я думаю что такие тех лузы всегда ударяют по морали потому что ты очень ждешь эту игру она очень важная цепляешься за любые очки которые тебе надо выиграть и вот так вот досадно их теряешь просто даже не зайдя в лобби даже не поиграв даже короче просто безысходность сидишь ждешь пока включит инет а играть не можешь а чё за мышка у тебя с алиэкспресс да да стоит 3000 вроде или две с алиэкспресса да с алиэкспресс эта мышка но для алиэкспресс это звучит как 1000 долларов в районе жизни сначала она конечно но это точно хрустела там что-то прогибалась дабл кликала потом терлась потом да и раздробил так это был настоящий мужской зел просто рык льва парнем дайте им байт пожалуйста а тут ну другая команда не хочет захотеть а не хочет их видеть до поход наконец-то хоть первая жизнь отдохнем один-один получается и вообще память а я я пол из прошлого обещала быть менее агрессивно между прочим по отношению к тиммейтом прежде всего и вообще к людям нет вообще к тиммейтом обещал да а руку я тебя сегодня называл так а я не буду кислород скажи я не хочу это я называл просто реально нет пуфов нет не было а ты потому что я тебя никак не называл и ты пытаешься разгромить меня в прямом эфире патриком патриком пицца бит а что это значит а милуси ромит как я ее обыграл просто переиграл и съел на меня разменяли с мэйна один за бомбой б вроде либо мойки у окна один у меня в мэне пески пески был большой окно вроде фуэшки кидаю на титане я достаю свою бобалду у них родит есть я забаром мы двойные скурт не пропустит он красный может зайти ротейт а он нашел походу хорош лучше про берег диффузер если чо отдашь на верхах у меня что-то не получается ставить музей есть можно пошел люк ремф цель там музей эти жуки я жук ушел белый коридор он нашел випку я ворот планте открой это донил он випки до сих пор смог випка я скажу что подожмет фризер двойной тоби двойной тоби двойной тоби двойной тоби смотри шеппорт у них док док ромит слава дронную там чел поднимает его вело и сидит в сигарке потом начал убегать дал жестику в лицо так бы ты в окно белый открыл бы он бы еще там закончился я буду пробегать парень я пробежал парни оставлю оставлю випку убил разменял он у меня двойной тоби он прошел где-то возле бомбы я там просто стою слышу выстрел думаю по скотеру стреляет круто стою а потом просто убежал я сбила к слову-то откроем затем открою внутри фризер хорош хорош они они зашел нельзя внутри пара внутри бара убегает при переходе преподобил ухо убили ну у баку дома погон пикает оно двое висят двое всегда на спирт выбран убил 1 кекс обел но катчу залетел 1 цена 1 гордоны угарной был на стойке гипсбот на гипсбот боли гипсбот зашел уже на из хорошего хорош это шjo лав в голову-левый он же можно девятку выйти а шара спускается побегу на платформы белый один девятка дофиг девятка пикает белую держу на высоких белый убил дофиг девятка до сих пор ровно высоких высокий нельзя идти высокие все трое я пошел давай высокий ближний стол к колесу лучше до него хорош и у них дрон не был может данила но 16 фрагов дропнул может ну расскажешь тем более это расскажет данила сидел у него болит голова глаза или от сегодня про это не ты расскажешь ты рассказываешь эту историю всему миру поведаешь это да все давай не начинай насадись я уже отзываю свое начало я уже освобождаю компьютер да успокойся жультики не буду давать сергей все все мне плохо я пошел спать я уже спать да все интервью дает умность решено против клоунов это не оскорбление просто так называется команда да нет там не было ничего особенного я сейчас даже не помню по моему играли кафе точно не помню короче ничего особенного не было мы к рмл играм особо никак прям супер серьезно не готовимся так чисто индивидуально размяться чтобы чувствовать хорошую форму индивидуально нечем мы не смотрели мы искренне походим макс поедем с ум talkin' смотри я тебе наху п***ь с умрешься тут как бы такая ситуация как в тихой природе поймать там блять спаривание на агодзиллы со льдом блять Мне кажется, я такое видел в какой-нибудь мажоре и перед финалом, это вот так вот. Проанализируйте, пожалуйста, игру соперника. В интернет-соединение в порядке, и слава богу. Так. Всё. Грэм Кастлайн против Чаос. Там, так сказать, все размяты, все готовы. Да. Да, против Хаос тоже была, опять же, очень серьёзная игра, как и все последующие, как и будущая игра Steam Secret, потому что нам очень необходимы эти очки, чтобы выйти на всяческие там мажоры, инвитейшн и так далее. Вот. Поэтому надо выигрывать... Было и эту игру. Мы подготовились, посмотрели, какие они играют карты. Игра была очень близкой. Там было несколько раундов, которые мы выиграли 2 в 4, по-моему, и 2 в 5. 2 в 4 и одно из... Закончилось клачем шкутера, 1 в 3 на вальке. В общем, очень был близкий матч. Плюс Шепард потом выиграли с Данилой, очень важный клач тоже в атаке. Данил очень сильно пропёрся в этом матче. Он настрелял, по-моему, 16 фрагов или около того. Что ж тебе надо от меня? Я больной человек. До сих пор болеешь? Но тебе вчера не помешало. Да, я вчера просто был больной. Слишком слабо. А сегодня я больной. Не знаю пока как. Сейчас узнаю. Я волнуюсь, Жестик. Держи меня, Жестик, я волнуюсь. Отлично. Всё тогда. Мы же всегда добили. Да нет. Мы же всегда добили. Да, он был дико больной. Плюс, опять же, поражение от Виталити немного негативно сказывалось. Потому что, ну, когда ты понимаешь, что каждая игра на счету абсолютно, то, возможно, какие-то сбои психологические и так далее. То, что тебе нельзя ошибаться и так далее, и так далее. Мы с этим уже сталкивались, поэтому вроде бы проблемы не должно было быть. И показали хорошую игру, но близкую. Потому что, как бы, все команды в Пролиге играют отлично. Я бы не выделял каких-то фаворитов или аутсайдеров. Вот есть команда Роги, которая в прошлом сезоне отлично выступила топ-1. Без шансов всех разносила, а в этом сезоне вот 0.8. Так что всё непредсказуемо. Кого страшно, ты чё, рофлишь? Ты разъедёшь. Любой из вас, блядь, может просто закрыть их нахуй. Но ждать не надо, что кто-то выиграет. Надо самому играть нахуй. Просто так. Виталайн, сюда нахуй. Шаблить. Главное, если тебя жёстко будут душить, просто нахуй уйди оттуда и всё. Играйте вообще сверху. Если снизу тебя будут душить, просто уходишь оттуда нахуй наверху. Играйте всё. Вообще они бьются супер прогрессивно в мейн заходят. Не знаю, мне кажется, в реальном он на своих все эти не бак них нет. Сверху посерем. Давай сверху все. Нашёл, Синебар, Синебар. За баром, за баром. Он снял камеру. Где он? Я попробую сишку мы накинули за Синебар. В офисе. Убил. Не пикать, не пикать. Не пикать, не пикать, яллоу. Предпаник, предпаник, предпаник. Проживите, мужики, яллоу. Наш! Наш! Бери скутер вальку, Данила пускай на ягере играет и... Я могу буллитпроф взять вместо Сишки. Исо АГТА Данилу нужны под буллитпроф за бомбу, наверное. Угу. Одну, наверное, я не знаю, в большом окна их видно будет. Ещё багаж, дрон. Багаж, чел. Багаж по левой стенке идёт. Двое, двое, двое багаж. Угу. Последняя випка, скорее всего. Багаж зашёл АКУ. У них на пуле дрон стоит на метке. АКУ 1 хп. Он пикет, пикет. Пошёл он уже. Ещё АКУ и зафетом 1 хп. Найс. Дрон, сними на пуле. АКУ, камера есть? Да. Мануевка голова. Нет, нет, нет. О, СДОХНЕТ! ОООООООООООООООООООООООООООООО! ЛУЧШИ! СКУТТЕР, ХОРОШ, скутер гений. ХОРОШ. АКУ, СКУТТЕР, ГЕНИЙ. ХОРОШ. Это двое. Пять. Да. Возьмите... ВАЭЭЭЭЭЭЭЭЭ!!! ВАЭЭЭЭЭ. Не успел. Нормально. Она идёт белую, поднимает. Поднималась, поднялась, поднялась. Идёт коридор. Я убил Да-да-да Убил зад, зад, зад! Ещё вазы! Ещё вазы! Ещё вазы! Где он цвёрки? В углу стоит Нет, ты Хука, Хука и... Хука убил Хуку Хуку убили Я в кухне вижу он убил Я поставил Ласы синяя? Нет, нет-нет-нет, внутри всегда была Он кухницкий же Р1 Вару Даниил, лучше Наконец-то убил, каха Покое, закрываем их Камерамайтера можно выключить тетер куда-нибудь? Да Жду В поле баня появилось капа Ты кинул Не с тобой идти или синюю пушить? 3 бара, можно пушить или синюю пушить? Он у 3 бара сидит, испор А где кухня? Кухня и на 3 бара! Кухня и на 3 бара! Сломал 2 на 3 бара За счетом, за счетом убил Убил, у pac бил. У вас кухня? У вас кухня, да Он почитал, кухня! Ебать! Красава! Я взял По белой есть инфа? Если спустится только. Большой, он закрыт? Да. Там клеймон доставка деревьев. Все, грамотно отыграем парня. Я увожу там дрона. Он в большом окно пошел. Или зелень дропаться? Випка. Он гитары убегает, гитары убегают. И чё это? НАААААААААА! Красавчик. Я даю кулачок, ты даешь ладошку, я даю ладошку, ты даешь кулачок. Сейчас, давай. Красава, хороший. Ты видел, что я творил? Ты видел, что я творил? Ты никогда не крутился? Я там каждого раза так, просто хуяну, повсюду. Ты видел, как там майки вообще обосралась? Там я сидел на белой. Чего зашло в сумке, его убивает скутер. И скутер думает, что убивает, запрыгал окно. И стоит такой, он смотрит по себе сумки второго. А у него вообще-то время Айкюлу так справа стоит, по Олесу стреляет. А это Виталан свою дефолтную игру. Прицел нас отыграл 2 на 10. Самое мясо, Джостик. Самое мясо. Заходишь, ты держишь белую, отпускаешь белую. Пацаны, я надрю ряку. Олес по акой ходит. Это невозможно просто. Такая же помойная игра, как и в принципе. Ну как я могу увидеть только твою голову, стрелять туда и сносить 6 хп. Полностью. Полностью. Так что, у нас попался. Панами 3 выгод. Панами, а б***ь это не что вообще. Да, отлично. П***ц, п***ц. И там просто б***ь лагутка сидит, кнопки все вырубает. Да, до сих пор нету ни одного скидра, по-моему. Есть. Фарис Клановский. Фарис Клановский есть, но его нельзя полных полить. На куртку? На куртку. Фарис Клановский. Да, опять же говорю, просто я не знаю, я не особо как-то уделяю внимание Ромео Матчам, потому что на ней почти все проходят как-то… ну так вот проходит в принципе. Да, прохладно, легкомысленно. Единственное, что мне кажется, это интересно играть против вент-страйков, ВП. Иногда бывает с Дедами, с Варази тоже игры интересные. Ну, как к РМЛ отношусь, как бы сухо. Ярких игр мало. За сильным Котсуный. Расшикно взял. А что, цитмейна, дарил? А что, цитмейна? А что, цитмейна? 10 хп. А что, шарби у нас? Окна убил. Найс. Один Котвор точно запрыгнул вроде. Найс. Зашел уже радио, радио, близко, двери давай. Кэш зашел. Найс. Хорош. Хибан на люке. Возьмем, возьмем. Один бутика. Бумулонг пошел, один. Бумулонг пошел, один. Коридор дефолтный. Убил сик, мото. Да, лунг запушил, убили. Ласт. Ух, 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 ух. Хорош. Я держал. Налощитроп хочется доглядывать. Найс. Офис один. Один хп контактен. Один хп контактен. Один хп. » Ёбаать, я вообще ктоуууу. Я ктуууууу. Аша уже пропил контактен, Аша, подо, констатен какая была. Зашла контактенأ. Зашла, зашла кэш. Кэш, слышай. Сколько хп? За зеленым. Зеленая, она в красный, по-моему, пошла. Я дробую кому. Найс, хорош. Хорош. Я зашел за оружейный. Хочется попробовать синьку занять. Подожди, флешки. Мэл лезь еще. Минус х я. Нет, не могу. Я за окном постою. Я синьку не держу. Может ты и встанешь? У меня фишка есть. Если что, могу заднай. Плент. Вставай за окном мире. Может, встанешь за окном мире просто скутер? Синьки. Там же видно. Может, сеть вот тут перед ящиком. Не вставай. Лучше. Я на оружейном еще живой парни, они ничего не сделают. Я пол флеш, я пол флеш. Синька, синька зашел. Двое, двое, двое. Боковая один. Один зашел уже. Трецестной. Это что вы нахуй сделали? А как в синьку зашел человек, если у вас там окно мира? Ну потому что нас зажали, блядь, нам глюк открыли. Если бы сейчас не было этого окна мира, я бы убил всех. Прошел уже, блядь. Убил окна? Еще дропнулся один. Двое логистика. Да, да, логистики внутри двое. Внутри логистики двое. Окей. Я взял два дура дать. Я взял два дура дать. Вышли, может быть, стройку. Да, стройка один. Спальня, по-моему, заходит. Один офис. Стройка минус. Голды. Голды, голды. Голды, голды, да. Хорош. Убил одного. Убил одного. Ты кого убил? Третий шутный. Третий шутный убил. Кокаида. Там у него с логотью. Я покинул. У меня нет хаешек. Он убегал. Он убежал. Он убежал. Шайко убил. Я падаю. Шайко убил. Я полетел. Убил его. В баснинке вроде. Найс, хорош. Хорош. Найс, хорош. Хорош. Найс. Ты. Что? Скажи, потому что надо закупать. Мы тут посовещались. И знаешь, кто будет давать интервью? Ты. Садись. Ну, как мы заметили секреты, в основном играю какие-то говномапы, так скажем. Очень редко играют всякие консульства, клуб, кастлайн. Они их в основном банят. Оставляют для себя виллу, лунопарки, там, Орегон. Так что, будем в основном ориентироваться на эти карты. Вот. И будем готовиться. А с ВП, надеюсь, будет очень интересная, захватывающая игра на РМЛ. И с ними всегда интересно играть. Такие принципиальные соперники на РМЛ. На самом деле, я не знаю, что мы еще будем пикать. Ну, на что мы решимся играть. Но, в целом, мы все карты из перечисленных, кроме лунопарки, готовы играть. Поэтому ждем, что решит Олег, Шепард. Потому что они, так сказать, отвечают за бан, пик и так далее. Ну, буткемп, вначале мы заехали не очень. Как-то было решали какие-то проблемы внутри команды. Потому что на буткемпе всегда все вскрывается. То, что дома нельзя обнаружить, когда ты тренируешься из дома и приезжаешь на буткемп. Ну, тут такая происходит активная деятельность, более жесткая. Вы обсуждаете все ошибки и так далее. Плюс живете все вместе, разговариваете только об игре. Ну, в плане того, что у вас общий интерес, чем вы занимаетесь, собственно говоря, это игра. Поэтому здесь гораздо больше всего придумывается, обсуждается и так далее. Поэтому это очень сильно помогает бустановить команду. В плане коммуникации мы приехали сюда, заселились первую недельку. Такси было, а потом прям раскочегались и работа пошла. Ну, все. Всем, кто следит за нами, привет и обнимаем, целуем. Желаем удачи. И, конечно же, приходите на наши матчи. Смотреть их болеть и топить. За кого? Правильно. За Максима. Да. Да, за меня. За Максима, нашего оператора. Да. 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 Пока.